Первый случай произошел на прошлой неделе. 34-летнему Денису Крупскому стало плохо на берегу Катуни. Медики не оказали ему необходимой помощи. Через несколько часов Барнаулиц скончался. В Минздраве края планируют провести проверку и установить, что именно нарушено. Технологии оказания или качество помощи. В настоящее время из Алтайского района запрошены необходимые документы, аудиозаписи переговоров диспетчеров, устанавливается бригада, работавшая на выезде. Мы сейчас же еще выводы никакие не делаем, потому что мы не знаем на самом деле, что там было, что было вообще с пациентом. Имел он какие-то хронические ранние заболевания, может ему вообще было противопоказано выезжать, нарушать диету. Сейчас преждевременно об этом говорить, но я считаю, что никаких проблем с оказанием медицинской помощи на территории Алтайского района в настоящее время нет. Скорая работает, неотложная помощь оказывается. Кроме того, весь медицинский пункт, конкретно на Бирюзовой Катуни, который тоже работает на оказание как плановой, так и неотложной медицинской помощи. Второй эпизод со смертельным исходом, в котором фигурируют врачи, случился в Барнауле. 56-летнему пациенту не оказали медицинскую помощь. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в 12-ю городскую больницу. Дежурный врач-терапевт отказал ему в госпитализации. Через несколько часов пациент скончался уже в другой больнице. Об этом на одном из интернет-ресурсов рассказала дочь погибшего. По данному сообщению СМИ, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана юридическая оценка действия медицинского работника на предмет несвоевременного оказания квалифицированной помощи пациенту. По результатам проверки будет принято процессальное решение. Наши новости продолжают следить за расследованием обстоятельств обоих трагических случаев. Юлия Демидова, Павел Лауронин. Наши новости.